Но мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о великой радости, которую Бог дал людям, чтобы не погибали в грехах, а поверили, что за грехи людей умер Спаситель мира, Христос взял грехи мира на себя и воскрес. А люди знать этого не знают, погибают. Как погибать? Господь не оставил человечество, на землю сошел Господь Иисус Христос и умер за грехи людей распятый и воскрес для нашего оправдания. И верующий в Него имеет жизнь вечную. Это мы знаем. Да. Если человек верит в Бога, Господь совесть его ощущает. А неверующий ничего этого не знает. А что знает по природе, как бессловесное животное, тем расслевают себя. Не верить в Бога... Вы что понимаете в религии? Можете объяснить? Я 57 лет сознательно держу в руках Библии и по ней живу. И мне бы никогда не быть там, где я был. Вы смотрели когда-нибудь фильм про Иисуса? Ну как вера? Есть вера. Бог-то живой. Раз Он воскрес, Он отвечает на молитву. Вот разговариваешь тут мусульмане. А я мусульманин. Я говорю, мусульманин. Я говорю, так мусульманин же человек или нет? Ну человек. У них пятикратный намаз, у нас девятикратный. И после каждого намаза сто поклонов. Молитва человека возвышает. Мы живому Богу молимся, живой молитвой получаем ответ. А вы Библию полностью почитали? Что? Вы наизусть знаете Библию, да? Ну знаю, конечно. Я на разных языках сверял, читал. Скажите, пожалуйста, я вас прошу, скажите, пожалуйста, а в Библии нету, не сказано про последнего пророка. Написано, прямо так и написано. Еноха и Илья придут во время, когда воцарится Антихрист в Иерусалиме, а одно государство на всей земле будет. Вот этот, который храм мусульманский, он будет сломан. Это мещеть, а яхтам. А там будет третий храм. И в нем сядет еврей из колена данного. И будет царство 42 месяца. И при нем выйдут два пророка с неба. Они живые там, Еноха и Илья. И он их убьет. И они на улицах Иерусалима будут три с половиной дня. Этого ничего нету еще, но это будет. Это последний пророк, последний. И Господь им воскресит, и они на облака поднимутся. В настоящей Библии, я не отрицаю ваши слова, есть Библия, которая... Ну а как отрицать-то? Ну а как отрицать, если... Вот у меня здесь тоже встречается... Я показываю Библию, но я не верю. А у нас другая вера. Я говорю, может, у тебя такая вера? Вот он смотрит, да. Я говорю, а что тут написано? Прочитай. На две с половиной тысячи человек ни один не прочитал. Какие же вы верующие-то? Я говорю, ты прочитай. Сура 5, 47 и 66 аят. О чем говорится? Говорится о нас, о христианах. Что нам данный жил Евангелие. И по нему жить, я по нему и живу. У нас разный закон. Наш закон возвышенный, духовный. Скажите, пожалуйста, если вы так сильно понимаете, а сколько пророков всего было? Малых пророков 12, а этих 4 больших. Они все по именам известны. В Библии каждого пророка книга есть. Книга. Давыд, пророк был, псалтырь. Вот считай, сколько. Исайя, Иеремия, Иезекииль. Вот 4 главные пророка. А другие поменьше. Малые, потому что у них мало написано. Хотя у Амоса 11 глав. Что не ассо? Это Ибрагим. Ибрагим, это Авраам. Авраам. У нас на Соломон... Соломон, а у вас... Это и речь, так, пророки. Их называют не пророки у нас, а прауцы. Хотя они пророки все, конечно. Даже Адам пророк. Он пророчествовал. Как звери называть все будут? Самый человек, ну, самый... Ну, человек, который самый долгой у него жизнь был. Можете его сказать имя? Ну, что сказать-то? Вы выразите мысль. Вот смотрите. Жил человек, вот... Самый... Ну, человек, который родился и больше всех жил на этой земле. Может ли он быть примером для всех по жизни? Это Иисус Христос. Иисус Христос никогда не молился, чтобы прости меня, Отец. Он один-единственно не молился, потому что он Сын Божий, сошел с неба. Он безгрешный. А вы считаете, ну, Коран тоже читает? Конечно, считаю. У меня даже книга написана. У меня 38 книг вышло. Один посвящен Корану. Я разбираю все суры и аяты в сравнении с Библией. Говорят, да там немного расхождения-то. Ты не знаешь? Слушай внимательно. 5216 расхождений. 5216. Я задаю вопрос мусульманам. Смотрите, вы верите, что Сулейман – это Соломон? Ну, да. Ну, другое произношение, другая транскрипция. У нас у Соломона в Библии, «Прище Соломона, экклесиасты и премудрец Соломона» – три большие книги. Три. У вас ни одной строчки нет. Почему? Если вы его признаете. Я не говорю книгу, ну, одну фразу. Можно его было написать, чтобы не тот цариста пришла, подол подняла. Даже тут и то всунули то. Ну, можно написать. А вы же взяли-то отсюда, ниоткуда. Это же евреи. Вот у нас Ветхий Завет евреи. В ней 50 книг. В Новом Завете наш, христианский, 27. Итого 77. Почему от Соломона не сохранилось ни одной строчки у вас? Не знают ответить. Говорю, что тут не отвечать? Далеко ответить, что тот, кто писал, в руках книги не было. Он на слух. Он интересный человек, такой активный, много ездил, торговал, слышал и записал так, как слышал. А книги не было в руках. Их вообще книги. Это труд 20 лет человеку трудиться надо было. От руки. На пергаменте. Смотрите, у каждого пророка было разное то, что они умели делать. А что именно делать? Пророчествовать? Что Бог говорил, то и пророчествовали. А что делать-то? Ну, я понял. С каким величайшим вот они... Ну, у них был, у каждого был, например, этот... Типа, например, смотрите, чем владел Иса. Ну, мы разные все. Что делал Господь, никто не делал. Он воскрешал мёртвых. Он молился Отцу Небесному. Что делал Сулайман? О чём бы мы ни рассуждали, ни в одной религии нет Спасителя. А у нас Спаситель Христос, который взял грехи мира и умер за нас. И теперь прощает, потому что Он умер. Главное, это ещё все не понимают. Возмездие за грех смерть. Ни Бог, ни Аллах грехи прощать не может. Пока Он не отвечает грех. За каждый грех надо умереть. Послание к Рилину 6.23. Вот мы... У нас большая была миссионерская поездка. Мы в Барнауле живём. А доехали до Владивостока. А потом до Лиссабона. А в Баку мы ночевали в доме Мулы. Мулы, мусульманские. Потом мечеть молились, ходили. И вот мы беседовали. Я говорю, написано, мы беседуем, и всё у нас заснято было. Возмездие за грех смерть. Поясните мне. Ну, вначале говорит, мы согласились, у нас одинаково. А жизни-то как? Они не могут ответить, никто. Ну, добрые дела надо делать. Его взяли, он убил человека. Он сидит в тюрьме, утром его казнят. Какие добрые дела-то? И с ним даже встречи не будет. Вы не ответили на мой вопрос, если вы так много знаете. Ну, я просто говорю, задумайся. Там Мулы, не кто-то. Это очень грамотные люди. Он на шести языках разговаривает. Я таких православных даже не встречал. Мула. Это как у нас священник. А жена у него на четырёх языках разговаривает. Это люди высокообразованные. И они не могут ответить. Они никак. Вот смотрите. В саду растёт что-то. И Ева взяла там... Ну, один плод сорвала там как не яблоко. Просто дерево познания добра и зла. И за это умерло уже больше ста миллиардов людей на земле. Где справедливость? А это так и есть. Это Божий закон. И для этого Христос пришёл. Взял грехи мира на себя и умер на Голгофском кресте. Умер. И воскрес. Да, я понял. Но вы не ответили на мой вопрос. Видите, у нас разные уровни. У нас написано. Христос разговаривает с Никодимом. Говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А вы даже понятия не имеете об этом. У нас, если человек женился, и с другой женщиной имеет дело, он никто, негодяй. Его в храм не запускают. У вас четыре женщины. У нас это... Даже вообразить нельзя. Самый дикий блудник этого не делает. А у вас засвятость. У нас разница большая. Огромная разница. Четыре жены. Ни один не поймёт. Даже государство коммунистическое не разрешает этого делать. И там ещё в раю будут гурии. По сорок каждую ночь он будет спать с девственницами. Гурии. Ну, какое-то понятие царства-то. Дом разврата, а не царство. Чего вот такие? Неужели непонятно-то? А у нас другое. Это возвышенное. Песнопяяние к Богу. Какие? Христос воскрес. А у вас ещё нету мёртвое всё. Он воскрес. И воскрешает верных. Этого никто не делал. Четыре дня лазер в огробе был. Христос воскресил. Вы считаете Иисуса своим Богом? Я это считаю. Ещё раз говорю. Я даю такие цифры, которые никто не даст. Вот она у меня, смотрите, книга. Почему я вам один вопрос задаю? Я вам отвечаю, вы не понимаете. Во-первых, плохо знаете русский язык. А во-вторых, у вас духовного настроя никакого нет. Если бы я вам предложил 40 женщин и выбрать 4, вы бы быстро сделали разобрательство. Ну, тут-то о другом. Я вот сколько здесь встречался, примерно, тысячи две с половиной мусульман. Пять месяцев я нахожусь. И ни один, ни духовный. Он не понимает, о чём говоришь даже. Вот у вас как? Враг тебя сделал зло? Горло отрежь ему. А у нас не так. Враг голоден? Накорми его. Враг жаждет? Напой его. Сделай добро ему. У нас совершенно разный подход. Вот мужчина, который не гневается на кого-то, напрасно. Он уже убийцей считается. А он даже пальцем не задел. Ну, раз в 12 лет, надо же родителей, чтобы призвать. Тогда я с вами буду разговаривать. Чтобы при родителях. Это правильно будет. Я понял. Есть кто-то дома? Позови. И скажи тут, дядя верующий хочет с нами поговорить, но с одним со мной не хочет разговаривать. Вот так. Скажи им. Слава Иисусу Христу. Легко разговаривать с верующим, потому что он обманывать не будет. Мы возвещаем великую новость, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за грехи людей и воскрес, чтобы приходящих простить по благодати. Не отдел закона. И веруя в него, у человека другая жизнь. Он знает, что за гробом есть вечная жизнь. Конечно. Вот наша задача сказать в этом Содоме, в разврате, чтобы кто-то вышел, как лот из Содома. Я с вами полностью согласен. Так вот. Если есть у вас духовные вопросы о душе, о вечности, о будущем, можете задать. Могу задать. Нет вопросов, да? Ну почему, есть? Есть, ну давайте тогда. Только не ругайтесь, чтобы. Тихо. Ну, я понял, понял. Ну вот, смотрите. У меня знакомая есть, да, девушка. Она мусульманка. Да. Я как бы из веры в веру перехожу, да, и получается это грех? Ну, мусульмане. У них другая книга. Я показал Библию, у них вот эта книга считается священная. Вот. У нас хорошие друзья есть. Но в некоторых вопросах они лучше нас. Допустим, умеют сохранить девственность до брачной ночи. Они очень дружные, работящие. Но у них при всем этом нету спасителя. А спаситель тот, кто умер за грехи людей. Христос. А они Христа признают Иса как пророк. Это ученики так признавали, как пророка. А он воскрес, воскресший идёт, они его не узнали даже. Евангелист Лука пишет об этом. Если она примет православие, христианство, а вы православные, один вопрос снятый. А если вы туда пойдёте, вы тоже можете сделаться мусульманином. Можете из вас шахида сделать, подорвать себя, убить детей каких-нибудь, как в Беслане. А вам это надо? Нет, конечно. Ну, а раз не надо, значит, сами смотрите. У нас наш учитель Христос сказал, вложи меч в ножны. У нас, допустим, человек написано, на женщину смотрит с вожделением. Она красивая. А я посмотрел, ну, пожелал как мужчина. Уже прелюбодействовал. А у них четыре жены считаются нормально. Ну, что сравнивать-то? У нас, если две жены, его в храм не запустят, поганца такого. А у них этот самый лютый разбрас считается за святость. Так что сравнивать не надо. У нас написано, враг голоден, накорми его. Враг голоден. Но у них так, если он мусульманин, принял христианство, они могут зарезать его по своему уставу. Как это? А у нас христианин пошел в мусульманию, но мы поплачем, помолимся и все, больше ничего не можем делать. Мы очень и очень разные. Ну, вообще, вот, ну, коли вы так говорите, да, это все, ну... Так, погромче говорите. Я говорю, коли вы мне так это все говорите, вы сами вообще в Иисуса Христа верите? Что-то у вас так дергается и прерывается. Никак. Володя, подойди. Он говорит, если вы так все говорите, вы сами-то верите в Господа Иисуса Христа? Я? Да моя жизнь подтвердила это, что я верю. Мне 81-й год. Я с детства верующен, с двух лет, наверное. А в 23 года после армии в руки мне дали Библию. Я 57 лет проповедник. Я за веру свою заплатил пятью тюрьмами. Как меня мучили, что со мной делали? Я... То есть вы сидевший? Вы сидевший? Есть. Я издатель? Издавал? Ну, нет. Я понял то, что вы издатель. Я говорю, вы в тюрьме сидели? Да. Я в пяти тюрьмах отбывал. За что? За Слово Божие, опять же. За Слово Господне, как проповедник. Я среди того, что издал, издал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. Написал о Ленине, какой он бандит, убийца и людоед. И меня осудили. А теперь я реабилитирован. Все, как политзаключенный. И сколько вы отсидели в общей сложности? Как, что? Отсидели сколько? Да теперь какая разница. Меня вместе в психиатрии 26 лет мучили. А в тюрьме меньше пришлось быть совсем. А перестройка началась. Просто у меня есть покойная бабушка. Она верующая была. Вот она дожила до 93 лет. И у нее в доме ни одного... Ну, у нее не было в доме телевизора, ни телефона. У нее были дома одни только иконы. А мы строим... Вот мы строим сейчас православную деревню. Нельзя пить, курить, материться, ворвать и лгать. Совремя руками. Храм построили, школу. Школа государственная. А это где? Алтайский край. Мы тут далеко очень. Да, мы тут живем. Я вот начальник детского лагеря был. Сам лагерь образовал, по милости Божьей. И 45 лет начальник детского лагеря. У меня там мусульмане и кого только не было. Тысячи детей подняли без помощи государству. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. Три радиопрограммы каждую неделю. Это все бесплатно. Это хорошо. Сейчас я спрошу. Так, Андрюша, вы уходите уже совсем? Ты зайдешь еще до службы? Да. Ну, смотришь. Стучать надо крепко. Или не закрывай. Подопри там снаружи. Все понятно. Ну, ладно, до свидания. Храни вас Господь. Господь. Вас как звать-то? Максим. Максим, это ты должен все делать по высшей шкале, по максимуму. Никак попало. Вот у меня на работе я работал. Ну, я печеньком 40 лет работал. У меня выработка была всегда 280-300%. То есть, тройную норму давал. Это максимум. Дальше уже нельзя. Я тебе говорю, руки уже не движутся. Вот японцы работают по максимуму. Таким будет Максим. Везде. И в вере, и везде. Если она не принимает христианство, то лучше познакомиться в другом месте. Я как отец твой могу сказать. Мне 81-й год идет. С Богом, Максим. Я вас услышу.